Мне очень интересно узнать ответы на следующие вопросы. Первый. Какой характер носили контакты временно исполняющего обязанности командующего оперативного командования ЮГ, штаб города Днепропетровск, генерала Хамчака и топ-менеджмента группы «Приват» в начале АТО и до ее начала? Второе. Как командующий сектора Б генерал Хамчак обосновал просьбу штаба АТО о передаче под его подчинение 40-го батальона «Кривбас», удовлетворенная штабом АТО? Третье. Какую цель преследовала начатая 40-м «Кривбас» и 39-м Днепр-2 батальонами атака на Иловайск? Какие задачи эта атака должна была выполнить? Является ли совпадением тот факт, что атака на Иловайск началась одновременно с выводом 3000 бойцов из южного мешка в соседнем с районом Иловайска секторе Д? Где все же делся приказ, то ли штаба АТО, то ли генштаба, существуют разные версии. Атаковать Иловайск. Почему за пять лет его никто так и не предъявил? Может, не было никакого приказа? Пятое. О чем шел разговор на совещании в кабинете заместителя главы Днепровской ОГА Геннадия Корбана 5 августа 2014-го. Присутствие командиров Добрабатов, Семенченко, Белецкого, Березы и Филоненко, журналиста Бутусова и командующего сектором «Б» генерала Хомчака. Факт встречи подтвердили Корбан и Бутусов. Шестое. Зона ответственности сектора Б на август 2014-го – участок от Ясиноватой, освобожденной бойцами 95-й бригады 20 августа, и Донецкого аэропорта вокруг Донецка и до района Кутейникова. Штаб сектора Б находился в селе Алексеевка у Курахова, а отдельные подразделения в селе Березово между Донецком и Новотроицкое. Почему с начала боев за Иловайск, где большинство подразделений представляли МВД, ставка командующего сектором «Б» генерала Хомчака находилась в Многополье, возле Иловайска. Седьмое. Штаб АТО формировал штурмовую группу для деблокирования группы Хомчака под Иловайском из частей 79-й и 95-й бригад. Почему генерал Хомчак пошел на переговоры с русскими и повел свои части по согласованному с народом лишней хромосомы, зеленому коридору? Правда ли, что выхода из окружения у генерала Хомчака требовали командиры добробатов, которые поставили генералу полноценный ультиматум, мол, мы пойдем, а вы делаете, что хотите? Восьмое. После прорыва из окружения генерал Хомчак поехал не в Краматорск, в штаб АТО, а в Днепр, будто бы привести себя в порядок. С кем он встречался в Днепре и о чем говорил? Девятое. Какими еще подвигами, кроме Иловайска, во время АТО может похвастаться генерал Хомчак? За какие заслуги его назначили начальником генштаба? Думаю, хватит.